Коронавирус шагает по планете. В Ненинском округе, к счастью, случаев заболевания этой вредоносной инфекции не зафиксировано. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Медицинские учреждения региона уже разработали план профилактических мероприятий, чтобы защитить жителей Заполярья от страшной болезни. Факты и мифы о коронавирусе в следующем материале. Новости о коронавирусе напоминают сводки с фронта. Тем не менее, количество выздоровевших превышает число погибших. Несмотря на отсутствие вакцины, врачи продолжают успешно лечить пациентов с этим диагнозом. С начала эпидемии выписали более трех тысяч больных. По прогнозам экспертов-медиков, в России коронавирус может появиться в середине февраля. Коронавирус и вирус гриппа имеют схожие симптомы, но отличаются генетически. Вирусы гриппа размножаются очень быстро. Симптомы появляются через 2-3 дня после заражения. Коронавирусу для этого требуется до 14 дней. Ненецкий округ в случае необходимости во всеоружии готов встретить заморскую заразу. Медицинские организации подготовлены к приему больных уханским коронавирусом. Есть все необходимые запасы расходных материалов для проведения лабораторной диагностики, противовирусные дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. В регионе разработан план противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В рамках данного плана разработана схема перепрофилирования больницы под места для больных коронавирусной инфекцией, если это будет необходимо. Также, если необходимо будет, то будет введен план противоэпидемического строгого режима. Но это, естественно, только при необходимости. Впрочем, на Ринмарции сами не плашают. К вопросам личной профилактики вирусных заболеваний подходят с максимальной ответственностью. В первую очередь надо мыть руки. Допустим, если даже ты заразишься этим коронавирусом, то тебе надо помыть руки, не трогать нос, не трогать рот и, допустим, другие части тела, в которые может попасть грязь. Прививку делаю, точно, могу сказать, от гриппа. Больше ничего. Ну, воздухом даже здоровый образ жизни. Я прививкой защищаюсь. А там витамин С? Я еще пользуюсь биоптроном. Начинается насморк. Я за день раза три погрею нос биоптроном. Ваши методы не спасают вас от гриппа? Да, я помню. Уже несколько лет не болела гриппом. 30 января на федеральном уровне было принято решение о закрытии границ между Россией и Китаем. Эта мера, по мнению эпидемиологов, должна оккупировать распространение вирусной инфекции в стране. По этой же причине все туры в КНДР отменены. Туроператоры возвращают деньги. По рекомендации Ростуризма, рекомендовали в Китай пока не ездить. И туроператоры пока что остановили продажу туров по данному направлению. А те туры, которые были уже куплены, они предлагают поменять направление, либо аннулировать тур, то есть денежные средства вернуть. Наши соотечественники, которые сейчас находятся в Китае, в своих интернет-блогах сообщают, что в республике нет панических настроений, но все туристические маршруты действительно закрыты. Во-первых, закрыли все экскурсионно-туристические объекты, то есть никуда поехать нельзя ни самим, ни с экскурсией вообще никак. Вот даже Олимпий повернул голову, и центральные парки города тоже все закрыты, тоже туда нельзя съездить. Кроме того, в перечне профилактических мер, которые действуют на территории нашего региона, повышенное внимание к людям, пребывающим из Китая. Все, кто во время эпидемии возвращается из этой страны, попадают в 14-дневный карантин. Однако это не значит, что человек является переносчиком вируса. Медики и волонтеры просят людей быть толерантными к путешественникам, так как уже имеют место быть в случае травли. Запустили в соцсетях флешмоб, который называется с хэштегом «Своих не бросаем». И все волонтерское сообщество Российской Федерации, оно подключилось, и в каждом регионе ресурсные центры добровольчества, простые волонтеры, они начали писать посты с поддержкой именно гражданам, оказавшимся в этой ситуации. И главное, в случае недомогания стоит остаться дома и срочно обратиться за помощью врача. Обязательно следуйте его предписаниям, соблюдая постельный режим. Помните, здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Ольга Русул, Наталья Дуркина, Вадим Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова